Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева, и сегодня тема выпуска 5 врагов невесты. Погнали! Итак, враг номер один, который преследует большинство невест, которые начинают подготовку к своей свадьбе, не посмотрев мои ролики на ютубе. И он называется «Я все могу сама». Это тот случай, когда невеста абсолютно уверена, что она очень способная, и, в общем-то, ей совершенно не нужно обращаться к профессионалам, потому что, ну, что такое организовать свадьбу? Да, это достаточно просто, ну, подумаешь, ну, забронировал ты там фотографа ведущего, забронировал, что там еще, нашел видеографа, вот тебе, пожалуйста, свадьба готова. Понимаете, штука в том, что подводные вопросы, о которых вы не знаете, они существуют. Это то же самое, что со стройкой дома, да, вы же не можете пойти и с нуля построить дом. Вы думаете, ну, что там подумаешь, кирпич положил, там, обои наклеил, вот тебе дом построен. Но это же не так, вы же начинаете вникать и понимаете, что, боже мой, сколько же там вопросов-то нужно решить, прежде чем этот дом построить. Так вот, невеста, которая уверена, что она все сама, она успеет сама и рассчитаться с командой, и встретить тортик, и проверить меню, и оформить зал, и все, она успеет. А как даже праздновать, хочу я вас спросить. Второй враг невесты – это желание быть не собой. Вы знаете, это такой коварный враг, который частенько захватывает невест, которые стараются доказать своим подружкам, что их свадьба будет значительно лучше, чем свадьба была у подружки. И получается, что она у подружки увидела что-то, да, какую-то идею, и ей хочется, чтобы у нее и эта идея была, и еще 25 тысяч других идей было, но при всем при этом бюджет ограничен. Чем это может на выходе вылиться? Это может получиться так, что денег мало, хочется все, и на выходе здесь урезали, там урезали, здесь начали. Знаете, как картинка была, когда хотелось сделать красиво, но закончились деньги. Там лошадь нарисована сначала такая лошадь с гривой, да, а потом в конце там две палки. И вот на выходе может получиться так, либо, что еще хуже, да, может получиться так, что не хочется ни от чего отказываться, и тогда невесты берут кредиты, для них это становится сплошной стресс. А все почему? Потому что вот этот коварный враг захватил невесту, пришел к ней в дом и шепнул на ушко, что нужно сделать свадьбу круче, чем у подружки. Еще вариант, когда невесте хочется показать своим родственникам, своим друзьям, что они достаточно обеспеченные люди, и они могут себе позволить сделать достаточно дорогую и красивую свадьбу. И тут опять же этот коварный враг вставляет палки в колеса, потому что невеста выбирает площадку, которая может быть не по карману, и денег не хватает на меню. Площадка-то красивая, она находится в каком-то элитном комплексе, но денег на меню не хватило, и еды нет на столах, например. Или у невесты очень завышенные требования к гостям, то есть она требует от гостей чего-то такого, что для гостей совершенно не свойственно. Да, гости может быть приехали откуда-то из деревни, из села, и для них вот эта свадьба, для них это сплошная каторга, потому что от них требуют быть элитой, быть людьми из высшего общества. А они к этому не привыкли, они достаточно простые люди, и им некомфортно. И на выходе такое мероприятие получается достаточно скомканное, где-то неловкое. Поэтому очень рекомендую вам не стараться быть тем, кем вы не являетесь, будьте сами собой. Проживите свой день искренне, и действительно получайте удовольствие от этого дня, не стараясь кому-то что-то доказать, то, чего нет на самом деле. Третий враг невесты – это экономность. Ну, причем, знаете, здесь экономность не разумная экономия, а именно излишнее скупердяйство, я бы так это назвала. Знаете, есть даже такое выражение – скупой платит дважды. Вот тут совершенно это тоже применимо в свадебной сфере, когда невеста не понимает уровня цен, считает, что в чем проблема, я могу купить дешево, и разницы в качестве не будет. Девчонки, мои дорогие, женихи, мои хорошие, так не бывает. Если услуга стоит дешево, то однозначно эта услуга некачественная. Есть какой-то подвох, да, но не может быть такое, что ресторан прекрасный, все хорошо, и территория в ресторане, и зал красивый, и все замечательно, и дешево. Есть какой-то подвох, значит, что-то там не так. Не так. Одна такая история, когда ребята поверили вот в эту дешевизну, и забронировали ресторан, который стоил дешево, но при всем при этом вроде бы все было хорошо, и красивая территория, и зал симпатичный, все замечательно. Но на выходе тоненькие стенки, в каждом зале мероприятие, и это дискомфорт абсолютно для всех, кто решил устроить свадьбу вот в этом загородном комплексе. Это загородный комплекс. Потому что везде стоит гул, это, знаете, такая какофония, когда одно мероприятие перебивает другое мероприятие, и ведущим разных мероприятий приходит договариваться, чтобы провести какие-то традиции, какие-то традиционные моменты, да, или договариваться, в какой момент сделать танцевальную паузу, первый танец или еще что-то, чтобы, не дай бог, не помешать друг другу. И получается, что, ну вроде бы, да, казалось бы, они сэкономили, ребята, совсем чуть-чуть, совсем немного, потому что на выходе вот эта вот экономность, она все равно нарастает, как снежный ком, честно говоря, потому что получается, что вроде в целом площадка недорогая, но нужно дополнительно заплатить за это, за это, за это, за это, и на выходе экономия составила вот столечко, а проблем вот столько. Повторю еще раз, мои хорошие, скупой платит дважды, но есть одна проблема, дважды свадьбу сделать нельзя. Какой вообще выход из ситуации? Вы можете сейчас сказать, нет, ну Ирина, конечно, легко рассуждать, но при всем при этом, да, у меня там нет большого бюджета, я хочу сэкономить, но при всем при этом мне хочется сделать красивую свадьбу, чтобы все было качественно и все здорово, чтобы было организовано. Так вот, выход из ситуации, это не экономить, а оптимизировать смету, это немножко другое, да. Ну, например, один из пунктов, который может повлиять на оптимизацию сметы и на срезание бюджета, в общем-то, да, уменьшение бюджета, это выбор даты. Казалось бы, ну что такое, какая разница, 08-08-22, да, или там, допустим, 03-08-22, там, или 01-08-22, разницы, в общем-то, нет, казалось бы, да, а есть. Потому что одна дата, это красивая дата, она выпадает на субботу, это дата, которая будет 100% популярна, она там хорошая по постам, по всем моментам. Другая дата, это может быть дата не такая красивая, возможно, она будет не такая популярная, это будний день, и, естественно, это совершенно другие деньги, хотя месяц один. Или еще больше, да, какая разница, вы можете сказать, в июле, да, в субботу сделать свадьбу, или там, в марте, разница есть, потому что в июле это будет, ну, значительно выше по бюджету, и по аренде, и по депозитам, по всем тем статьям, которые вы столкнетесь, когда вы будете сейчас организовывать свои мероприятия. А вот в марте, или там, в январе в том же, или в феврале, вы можете сделать такое же мероприятие абсолютно, и по декору такое же, и по всем моментам такое же, и по меню даже такое же, но стоит оно будет в полтора, может быть, даже в два раза дешевле. Понимаете, да, вот поставьте на чашу весов, и вам не нужно менять зал, вам не нужно выбирать какой-то плохой зал, плохого ведущего, плохого фотографа, вы можете набрать всю ту же команду, но при всем при этом хорошо сэкономить. Это вот я сейчас вам рассказала только один пункт, да, это выбор даты. У меня есть вебинар, где я подробно рассказываю, он очень большой, длинный вебинар, где я подробно рассказываю про множество пунктов, которые влияют на экономию бюджета. Если интересно побывать на этом вебинаре, и вы еще не были на нем, то я оставлю ссылочку в описании, приходите ко мне на вебинар, я расскажу как раз-таки, как оптимизировать бюджет, как оптимизировать смету и сэкономить до 300 тысяч рублей. Не хухры-мухры, да, у некоторых бюджет свадьбы 300 тысяч рублей, поэтому я думаю, что для вас будет это интересно и полезно, приходите обязательно на вебинар и узнаете, как сэкономить. Четвертый враг невесты – это некомпетентные советчики. Кто такие некомпетентные советчики? Это те люди, которые никогда в жизни не делали эту работу, но при всем при этом они лучше всех знают, как эту работу выполнить. Это все равно, что прийти к стоматологу и спросить, как лечить перхоть, да, это все равно, что прийти к юристу и узнать у него, как лучше класть ламинат в доме. Или есть такая поговорка по аналогии, да, что «как жаль, что все те, кто могут управлять страной, давно работают водителями и дворниками». Вот это абсолютно из этой же оперы, потому что чаще всего эти некомпетентные советчики вставляют палки в колеса и усложняют процесс организации свадьбы, портят все. А невесты, бедные невесты, которые не знают этого, которые никогда в жизни не организовали свои мероприятия, в итоге сталкиваются с колоссальным ворохом проблем, и они не знают, как с этими проблемами справляться. Значит, самый главный выход из такой ситуации – девчонки, не нужно слушать тех, кто не разбирается в этой теме. Если человек никогда ничего не организовывал или организовывал 30 лет назад мероприятие корпоратив у себя где-нибудь в бухгалтерии, это не значит, что она хороший организатор, который разбирается в теме. Если вы действительно хотите организовать хорошее, качественное мероприятие, слушайте тех, кто работает в этой сфере. Прислушивайтесь к тем людям, которые, знаете, ни одну собаку съели в этой профессии. То есть, если, допустим, я, человек, который 11 лет работает в этой сфере, говорю вам, уже 12 в этом году, 22-й же год, да, 12 лет, говорю вам о том, что, ребят, не нужно экономить на фотографии и на ведущим, не нужно искать ведущего на авито, а фотографа на еще там на каком-то сайте, да, то нужно прислушаться и все-таки поискать тех людей, которые не просто днем работают бухгалтером, а вечером решили, что они ведущие, да, а которые действительно профессионально этим занимаются. Это очень важно. Некометентные советчики, это одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются невесты, начиная организовывать свое мероприятие, потому что, конечно же, все знают лучше. Ну и последний, пятый враг невесты, это неблагодарность. Что я подразумеваю под неблагодарность? Знаете, есть люди, которые считают, мол, ну я же плачу за эту работу, в чем проблема, да, вот я заплатил деньги, человек выполнил эту работу. Я в данном случае ни в коем случае не выпрашиваю какую-то благодарность, да, не настаиваю на этом, но хочу вам рассказать, что если человека благодарят, то человек готов сделать гораздо больше для этой пары, для этой невесты, для этого жениха, просто потому, что его поблагодарили, просто потому, что ему сказали спасибо. Я знаю реально большое количество людей, которые не понимают, как это так, зачем я должен кормить фотографа, например, да, или а почему я должен говорить спасибо, если он просто пришел, выполнил работу, за которую я ему заплатил деньги, с какой-то стати. Я должен что-то ему говорить спасибо. Но при всем при этом, в то же время, да, я знаю тех людей, которые работают на работах и говорят, я делаю ровно столько, сколько мне за это платят. Понимаете? То есть я вам сейчас показала людей как с одной, так и с другой стороны. Так вот, в случае, когда тому же работнику, который работает на этой работе, он придет к начальнику, ему скажет, спасибо тебе большое, ты такой молодец, ты помог, ты вот сделал план нам или еще что-то, человеку будет очень приятно, ему будет настолько тепло на душе, что ему будет хотеться сделать еще больше. Так вот, в случае с организацией свадьбы, в случае с командой, которая будет работать у вас на мероприятии, в случае с рестораном, да, который будет работать на ваше мероприятие, если вы просто скажете спасибо, поблагодарите тех людей, которые поработали на ваше мероприятие, отблагодарите его добрым словом, то этот человек будет готов сделать для вас гораздо больше. Что там говорить? У меня были ситуации, когда видеографу сказали о том, что, слушай, какой ты крутой, вот знаешь, мы пересмотрели все твои ролики, мне так нравится твоя работа, такой молодец, так круто все делаешь, спасибо тебе большое, что ты смог быть с нами в наш день. Что сделал видеограф? Он ко мне подошел и сказал, слушай, я, наверное, задержусь еще на пару часов, мне хочется для ребят сделать чуточку больше, я еще вот поснимаю тортик у них, я еще там полетаю на коптере, потому что мне хочется для ребят сделать чуточку больше. Я рассказываю, у меня мурашки бегают, потому что это действительно так, потому что люди очень любят, когда их благодарят, и они готовы сделать гораздо больше, если вы будете благодарны за их работу. Если же вы будете относиться, мол, я плачу за это деньги, я не обязан никого благодарить, или а вообще с какой стати я должен что-то там дарить, например, своему фотографу, или почему я должен говорить спасибо, ну, соответственно, вы будете получать ровно то, за сколько вы заплатили, может быть, чуточку меньше, кто знает. Одним словом, любая благодарность, она как снежный ком, да, то есть, если, например, человек придет и бескорыстно абсолютно сделает что-то для вас, и просто так, да, просто потому что ему хочется чем-то вам помочь, естественно, вы будете очень благодарны. Если в следующий раз этот человек позвонит вам и скажет, слушай, помоги мне, пожалуйста, вы откажетесь? Конечно, нет, вы придете, поможете и постарайтесь сделать еще больше для этого человека, потому что вы будете ему благодарны. Дальше пройдет время, и вам тоже понадобится помощь этого человека. Захочет ли он вам помочь? Конечно, да, и он тоже постарается сделать чуточку больше, чем сделали вы для него. И это как снежный ком в качестве благодарности будет накапливаться, накапливаться, накапливаться. Так вот, если вы, мои дорогие невесты, хотите, чтобы ваше мероприятие было еще круче, еще более позитивное, более приятное, и чтобы ваша команда, ресторан ваш, и все те, кто будут с вами в этот день, захотели сделать для вас еще больше, поблагодарите их, скажите им спасибо. Я уверяю вас, вы получите мгновенный результат, и ребята захотят сделать для вас еще больше. Если вам понравилось это видео, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчики вверх, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, включать колокольчик и оставлять комментарии. Мне очень приятно, когда вы пишете комментарии мне под видео, мне очень приятно, когда вы задаете мне вопросы, и я с огромной радостью на ваши вопросы отвечаю. Всего хорошего, спасибо, что побыли со мной вот это вот время, я надеюсь, что вам понравилось то, что я вам сегодня рассказала, и пока-пока. Корнева Ирина Субтитры сделал DimaTorzok